друзья всем привет всем хороших выходных вот настроение хорошее авторынок работает сейчас посмотрим что у нас происходит с ценами пришли на проверочку данного автомобиля на нем и сегодня поподробнее немножко остановимся но пока пройдемся по ценам на данной стоянке начнем посмотрим что у нас продается итак смотрим сегодня давайте открывать не будем просто смотрим смотрим сколько стоят у нас автомобили как видите вот на одной стоянке в принципе довольно много автомобилей блин до всех чего тут только нет начнем стоит пожалуйста у нас не сам но вот серый цвет 16 год стоимость 605 тысяч рублей филдер будет смотреть где цена есть honda shuttle 16 год 12 месяц полтора литра гибрид передний привод аукцион 4 балла статистика стоимость автомобиля в 890 тысяч рублей передний привод вариатор гибрид идет робот тойота олеон полтора литра есть автомобили 18 на вариаторе принципе хороший неплохой неубиваемый двигатель 2010 год полтора литра аукцион три с половиной балла 63 тысячи пробег кстати вот такой вариант олеон премию почему-то попадаются автомобили довольно с небольшими пробегами кейкар всеми любимый nissan days 2016 год стоимость автомобиля 400 415 тысяч рублей черный цвет в голубом цвете 2017 год 420 тысяч рублей honda jade вот были у нас минивэнчики да на канале у меня были минивэн и до джейда я по моему не добрался довольно таки интересный автомобиль кстати на этой стоянке проверяли здесь было два одного из них забрали там шестиместный шестиместный минивэн обязательно доберемся до него прям ну реально клёвый автомобиль интересно он снаружи он интересно внутри это гибрид у него очень интересный салон на литье зимняя резина без ключевой доступ 960 тысяч рублей он стоит honda shuttle 15 год полтора литра гибрид 4 в.д. аукцион три с половиной балла у нас есть 950 тысяч рублей стоит данный автомобиль литье обычное не штатное кстати знаете мне нравится когда штатное литье стоит она смотрится шикарный неважно что это toyota honda nissan штатное литье она как бы сказать так и есть штатная досмотрите сколько шапов у нас стоит раз два три четыре пять шесть целых шесть штук стоит shuttle еще один белый цвет тоже гибрид 2 гибрида у нас стоит стоимость 865 тысяч рублей так на этом у нас цена не указано серенький цвет все гибриды давайте эти посмотрим итак стоимость стоимость серого цвета у нас не серого цвета а шаттлы кстати тоже 4 воды 15 год 950 тысяч рублей белый цвет 865 тысяч рублей многие просят снять обзорчик на данный автомобиль обязательно доберемся до этого наверное постараемся это сделать сделать я постараюсь это прям на днях 1 миллион двести семьдесят тысяч четырнадцатый год 16 кожаный салон turbo начинает начинает вести такие автомобили едет он неплохо салон у него тоже довольно таки интересно ну и посмотрите внешний вид на наверно он во всем интересен за исключением наверно наверно клиренса fit у нас продается шестнадцатый год 1 и 3 730 тысяч фиты есть 1 и 3 есть полтора литра также варену начинку у них honda что fit что шаттл у них одинаково кстати fit это вот один из самых популярных автомобилей в данный момент идет два поиска фита два поиска люди все как-то больше стали дистанционно все-таки машины заказывать возвратимся к теме дату что все ли автомобили есть на дроме ребят практически все автомобили практически все есть на дроме потому что еще раз повторюсь люди стали заказывать стали покупать автомобили дистанционно поэтому продавцам им нужно выставлять автомобили на дрон там за некоторым исключением но вот сегодня он забрал автомобиль с таможни но не успел он его на дром поставит завтра послезавтра на обязательно на дром поставит еще один и вниз это гибрид это 4 воды стоит гибрид белый цвет Так, я про черненький не... Ну, к черненьку вернемся, я вам по стоимости расскажу. Гибрид 695 тысяч. Toyota Passa. Тот автомобиль, да, который можно, в принципе, купить. Свежий год с нормальным пробегом, ну, где-то 580, там, 620, 630 тысяч. Данные стоят 570 тысяч рублей. Белый перламутр, бесключевой. Литья нет. Постоянно спрашивают вот эти вот автомобили. Ну, да, на автомобиле AD, NV150. То же самое, что Nissan AD. Постоянно спрашивают, но поймите, таких автомобилей не так много на авторынке. И еще хочу момент, да, сказать. Почему не берете поиск? Почему не беру поиск? Вот позвонил человек, попросил найти. Да неважно, допустим, ту же самую вот такую AD, да. Я просто пример привожу. Допустим, ага, я говорю, дром открывали, да, открывал. Есть там машины в наличии? Ну, да, там два автомобиля стоит. Ребят, ну, какой поиск может быть из двух автомобилей? Поймите, то, что поиск автомобиля, это обход, да, грубо говоря, в двух словах. Всего авторынка зеленый угол. И у нас должен быть выбор. Чтобы мы пересмотрели, чтобы мы знали состояние всех автомобилей. И из этого всего, что здесь продается, выбрать уже самый лучший. 2017 год, полтора литра, 4 балла, 535 тысяч рублей. Swift, 2016 год, 1,2 у них мотор. Вот правильно написали, некоторые пишут там 1,3. Аукцион 4,5 балла, 4,5 балла. Это очень хороший аукцион. Кстати, вот, кто не знает, да, как подразделяются оценки по аукционам. Ну, грубо говоря, от нуля, но основная масса автомобилей возятся 3, 3,5, 4, 4,5 балла. Пятерка там, это, можно сказать, новый автомобиль, эско-новый автомобиль. Но 4,5 редкие, редкие экземпляры. Почему редкие? Потому что, да, потому что в Японии они стоят дорого. Toyota Corolla Field 2015 год, стоимость 815 тысяч рублей. Есть автомобили гибрид, есть автомобили 4WD. Есть автомобили передний привод. Suzuki Escudo, 2016 год, 1,6, 4WD, 1,350,000 рублей. Вот такой автомобиль, как бы старые Escudo, они довольно популярные. До сих пор продолжают заказывать поиск автомобилей пробежных. Вот, искать их довольно сложно. Но вот с новыми, когда их и на авторынке мало, да и по городу их, в принципе, у нас тоже мало. Минивэн от семейства Toyota, 2017 год, 4WD, это Toyota Wish, 1,115,000 рублей. 2017 год, естественно, это идет рестайлинг. Toyota Corolla Field, белый, пеламутровый цвет. Xenon Plus Red, цены нет. Nissan X-Trail, 2016 год, гибридная версия автомобиля. Ярко такой насыщенный красный цвет на штатном литье, туманочки, диоды, повторители. Я так понимаю, камеры кругового обзора, датчик прицелкновения, 1,650,000 рублей. Lexus, левый руль, проходим мимо, левый руль. 2014 год, 2,4, 1,470,000 рублей. Полноценная электричка, даже 3 полноценные электрички, 30 кВт, аукцион 680,000 рублей. 2017 год, тоже 30 кВт, статистика 720,000 рублей. И 2014 год, 24, аукцион 4 балла, пробег 54,000, стоимость 650,000 рублей. Отвлекся я немного на телефонный звонок. Продолжаем. Вот смотрите, вот уже стоит свежий кузов. Да, Леон, Примяха. 2018 год, полтора литра, вчера из Японии. Отличное техническое состояние, аукцион 4БЦ, статистика, пробег 22,000 километров. Но цена, цена уже, конечно, не 800 тысяч, не 700 тысяч. 1 миллион 150 тысяч рублей. Кстати, скоро будет продаваться автомобиль с личного пользования. Премио. С очень-очень маленьким пробегом и в очень хорошем состоянии. Я думаю, в течение месяца выставлю на продажу. Итак, еще один Toyota Corolla Fielder, 2016 года, гибрид, климат, 855,000 рублей. Еще один Shuttle, 3,5 балла, 895,000 рублей. На данный автомобиль будет обязательно обзорчик по возможности на этой неделе, потому что все больше, больше, еще раз больше их спрашивают. Это Solio, 2017 год, 1,3, 1,2, 599,000 рублей стоит данная Solio. Ну, давайте сейчас вернемся к Игнесу, посмотрим немножко по салончику. Есть комплектации намного круче, чем данный автомобиль, но в данный момент круче у нас нет. Вот такого плана идет ключик у автомобиля. Вы знаете, чем он такой примечательный со стороны? Вот он смотрится, как такой мини-мини какой-то вот маленький проходимец, все 4 ВД. У него довольно-таки неплохие, довольно-таки неплохие свесы у данного автомобиля. Ну, начнем мы с багажного отделения. Итак, багажное отделение. Слева, справа у нас пластик. Здесь пенал, прячется Данкрат, ремкомплект. Ну, в данном автомобиле не полный ремкомплект, ничего страшного. Там снизу тазик, да, туда положить мы уже ничего не сможем, никаких кармашков, там ниш, там такого нет. Здесь предусмотрена, возможно, установка полочки. Также задние сидения, они складываются. Получается, ну, как назвать, это, конечно, неровный пол, он идет со ступенькой, но, тем не менее, багажное отделение у нас увеличилось. И обратите внимание, да, то есть спинки задних сидений, они разделены на две части. Это тоже очень удобно. Как видели, складывается все очень просто движением одной руки, поднимается, в принципе, все тоже очень просто. Значит, фоксатора здесь никакого нет. То есть она вот в одном положении. Почему я говорю то, что это очень удобно? Да, потому что посадили мы сюда третьего человека, и все. Вот, а сюда что-то накидали, груз какой-то. Также еще, вот, не обратил внимания, есть розетка на 12 вольт, есть подсветка, которая у нас почему-то не горит, да, в данный момент не хочет она гореть. Вот, ребят, по месту, в принципе, место тут, ну, как сказать, довольно неплохо. Естественно, я при езде бы, да, поднял бы подголовники, наверное, о-о-о-о, совсем другое дело. Стало намного удобнее. Потолок, крыша высокая, ну, седуха водителя, она отоденута сейчас до конца, поэтому я немного упираюсь, как бы сюда коленкой, как жарко, а? Время у нас без 20-11. Вот что, солнце палец сегодня, думаю, будет, будет жесть сегодня на улице. Сразу перейдем к водителю, здесь у нас все по стандарту, да, это 4 стеклоподъемника, блокиратор там дверей, блокиратор окон, посадка в автомобиль, в принципе, неплохая. Сели, сразу завели, говорю, можно хоть кондиционер включать, руль идет обычный, пластиковый, обычный идет мультимедиа. Вот такого плана идет спидометр, смотрите, 1,2 мотор на спидометре, на спидометре указано 200. Управление, собственно, дуечки, да. Ну, что тут еще вам показать? Аукционик, ладно, мы сегодня аукционик не смотрим. Есть подогревы, автомат, варик, да, всевозможные там вспомогательные функции автомобиля, обычные, обычные крутилочки. Вот, торпеда, она такая идет, знаете, вот не под углом, да, прямая, что ли, как ее назвать? Даже не знаю, как ее назвать. То есть это, это очень удобно. Вот, а некоторые, знаете, кладут сюда коврики, а коврик со временем выцветает, прилипает, торпеда выцветает, потом, когда машину продают, не знаю, там три года туда не залазят, бац, а у тебя тут пятно такое получается. Вот, по месту, в принципе, довольно неплохо здесь место. Так, опять прервался я на телефонный звонок. Дверные карты, колонка, пенальчик, бутылочница, подстаканник, называйте это по-разному. Называйте это как хотите, бардачок. В бардачке есть еще одно вот такое вот углубление. Здесь у нас идет тоже, ну, не знаю, что сюда ложить. Я телефон туда не буду класть, да, как-то неудобно в дороге тянуться, блин, залази туда. Ну, не то это, только вот так как-нибудь. Здесь у нас два подстаканника. Вот, и в принципе, в принципе, наверное, все. Пойдем, посмотрим на моторный отсек. Можно заглушить автомобиль. Ценник, я не сказал, да, автомобиля. 4 ВД 765 тысяч, 2016 год. Подкапотное пространство, автомобиль маленький, подкапотное пространство большое. Здесь все, ну, реально, четко и ясно. Смотрите, автомобиль, я так понимаю, он только пришел, поэтому двигатель не мытый. Не мытый вообще, то есть его никто не подготавливал, с ним никто ничего здесь не делал. Так, ну, что здесь показывать? Здесь уже были неоднократно. Сейчас все что-нибудь поищем. В принципе, ребят, наверное, искать сегодня уже ничего не будем, потому что, ну, прошли довольно, довольно много автомобилей, да. Авторынок у нас большой, оставим, оставим на завтра. То есть, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всегда будете в курсе новостей про правый руль. Просто немного показываю вам стоянки, то, что автомобили, хотел сказать, автомобили забиты. То, что стоянки, они действительно подзабиты. Выбор, в принципе, есть всего. Ладно, всем хороших выходных, всем удачного настроения. А мы идем дальше, продолжать искать для вас автомобили.